Иван Грачев, тренер школы Олимпийского резерва. Рядом его воспитанник Сергей Браду. Они оба ездят в амбулаторию поселка совхоза имени Ленина из Видного. Иван сейчас в отпуске, но проводит его не на морском побережье, а в этом небольшом кабинете перед компьютером. Для спортсменов, привыкших к движению, такое времяпрепровождение – настоящее испытание. Но они понимают, медикам тяжелее. Терапевты и врачи, которые работают, они не успевают чисто физически заниматься своими делами, которые они обязаны заниматься. И помимо этого еще вакцинируют людей. Очень тяжело. Мы с коллегой сидим, здесь помогаем забивать людей в базу, чтобы побыстрее вы получили сертификаты, и людям, чтобы было полегче, врачам. В середине дня в амбулатории совхоза имени Ленина практически пусто. Наплыв посетителей обычно либо с утра, когда люди вакцинируются перед поездкой на работу, либо вечером. Все приходят по записи, что отчасти упрощает работу медиков. Тем не менее, помощь волонтеров им по-прежнему необходима. Нам сейчас нужна любая помощь. В том числе нам нужна помощь волонтеров, помощь в формировании электронных карт, помощь в распределении потоков, помощь в оформлении документации тех, кто вакцинируется. Никита Стадников также работает в совхозной амбулатории и совмещает учебу в институте с общественной деятельностью. Он волонтер общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Когда предложили помогать врачам, ни минуты не сомневался. Пока ровесники на каникулах отдыхают от учебного процесса, он работает. Признается, что поначалу приходилось тяжело. Когда только пришли сюда, была ужасная толпа народа, просто люди в два этажа в очереди встали. И там, ну, думаю, за день уходило человек 200-300, если не больше. А так, в среднем, где-то человек 50-60 именно я убиваю. За каждой строчкой большой массив информации волонтеры рассказывают, что приходится одновременно работать с тремя различными электронными базами. Нередко, чтобы найти необходимую информацию, приходится спускаться в регистратуру. «Внимательность большая нужна здесь, потому что все-таки это, в первую очередь, документ. Это документ не мой, а документ человека. И нам доверили заполнять документы, и мы очень аккуратно к этому подходим. Мы почти здесь месяц, и за этот месяц ни одной ошибки не было в наших руках». Если вы хотите присоединиться к волонтерам, чтобы помочь врачам, нет ничего проще. Нужно обратиться в любое медицинское учреждение ВРКБ. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.